Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Тавита. И сегодня мы будем читать 12 главу. Первая тема «Чем наградить Рафаила?» И вторая тема «Речь архангела Рафаила перед Тавитом и Товией, перед отцом и сыном. «И призвал Тавит сына своего Товию и сказал ему, приготовь, сын мой, плату, человеку, который ходил с тобою». Ну, на самом деле, Товий ходил с архангелом Рафаилом. «Ему надобно еще прибавить», потому что тут успех этого похода был фантастический. «Он отвечал, отец мой, я не буду в убытке, если отдам ему половину всего, что принес. Потому что он привел меня к тебе здравым, и жену мою уврачевал, и серебро мое принес, и тебя также исцелил. Старец сказал, так и следует ему. И призвал ангела и сказал ему, возьми половину всего, что вы принесли, и иди с миром». Неблагодарность — это очень такой тяжелый грех. Эти люди не хотят быть неблагодарными, они хотят быть благодарными. Они готовы отдать половину серебра, который они получили во время этого похода Товии вместе с архангелом Рафаилом. Но зачем архангелу серебро? «Тогда, отозвав обоих особо, ангел сказал им, благословляйте Бога». Ангелы никогда не ищут славы для себя, они сами занимаются в непрерывном прославлении Бога, восклицая, свят, свят, свят Господь Саваоф. Ангел сказал им, благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и исповедуйте перед всеми живущими, что Он делал для вас. Доброе дело — благословлять Бога, превозносить имя Его и благоговейно проповедовать о делах Божьих. И вы не ленитесь прославлять Его, вот особенно об этом надо вспоминать в одни поста, чтобы не проявлять леность в деле прославления Бога. «Тайну цареву прилично хранить», то есть тайну, которую тебе поручает царь, «а о делах Божьих объявлять похвально», то есть открыто надо говорить о делах Божьих, которые происходят в нашей жизни. «Делайте добро, и зло не постигнет вас». А что такое зло? В христианском понимании зло — это отсутствие добра. Зло, оно само по себе небытийно. Это дефицит добра или отсутствие добра. В Новом Завете сказано, если можешь делать добро и не делаешь, то это грех. Поэтому зло это не является что-то противоположное добру. Это именно отсутствие добра. «Доброе дело молитва с постом и милостынею и справедливостью». Вот здесь мы видим, что в римпоста мы не только пребываем в молитве, но мы раздаем милостыню и справедливость проявляем, то есть вершим правильные суды. «Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдой. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать». Получается, что милостыня даже от смерти спасает человека. Теперь мы это с вами будем знать. Если у кого-то смертельная проблема, он может заняться благотворительностью, это его спасет. «Грешники же суть враги своей жизни». Я часто говорю о том, что любой грех он суицидален. Он несет в себя семена саморазрушения личности. «Не скрою от вас ничего. Я сказал уже тайну цареву прилично хранить, а о делах Божьих объявлять похвально. Когда молился ты...» Он обращается к Тавиту. «И невестка твоя, Сара, я возносил память молитвы вашей предсветага». То есть ангелы как бы возносят молитвы пред лицо Божие с намерением откликнуться на эти прошения. «И когда ты хоронил мертвых, я тоже был с тобой». То есть Тавид, который единственный хоронил мертвых, он выглядел как белая ворона, но ангелы были с ним, архангел, Рафаил был с ним. Он же оберегает всех путешествующих, а последнее путешествие в нашей жизни – это наше погребение. «И когда ты не обленился встать и оставил обед свой» – это был праздничный обед в дни Пятидесятницы, шивот, «чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобой». То есть это ангел побуждает нас встать и, превозмогая свою Лену, что-то делать. Вот почему с годами люди часто просыпаются ночью? Именно пожилые люди. Это ангелы бутят у нас на молитве. И если мы проснулись, а зачем лежать там и смотреть потолок? А лучше почитать молитву. «И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невеску твою, Сару». Врачевание Тавида – это избавление от бельмов, а врачевание невески – это избавление от злого духа, который как-то ревниво относился к ней. «Я, Рафаил, один из семи святых ангелов», то есть архангелов, среди них мы знаем Михаил, Уриил, Салафиил и другие. «Я, Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». Далее, 16 стиха рассказывается о том, как архангел Рафаил покидает Тавида и Товию. Тогда оба смутились и пали лицом на землю, потому что были в страхе. Но он сказал им, «Не бойтесь, мир будет вам». Этот же ангел послан, чтобы им помогать. «Благословляйте Бога вовек», то есть Бога благодарите. А ангел – это просто поручение от Бога. «Ибо я пришел не по своему произволению, а они всецело следуют воле Бога, а по воле Бога нашего, то есть вашего, Бога людей, Бога ангелов. Потому и благословляйте его вовек. Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил. Только взором вашим представлялось это». То есть людям казалось. Ангел умеет как-то отводить глаза людей. «Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к пославшему меня и напишите все совершившееся в книгу». В какую книгу? В книгу Давида. То есть эта книга написана по повелению архангела Рафаила. «И встали они, и более уже не видели его». То есть он исчез. Они пали вниз перед ним, и когда встали, уже никого не было. «И стали рассказывать о великих и чудных делах Божьих, и как явился им ангел Господень». И вот этот рассказ донесся до наших времен через библейское откровение, и мы изучаем эту удивительную книгу. И у нас осталось еще две главы, 13 и 14. «Конечно, если будем живы, Господь позволит». Спасибо. 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 Спасибо.